Почти пять лет назад я купил себе Nokia N900. Революционный по тем временам агрегат, хотя и был выпущен откровенно сырым. Увы, довольно быстро стало понятно, что он так и останется сырым, а потом компания и вовсе сменила вектор развития. Так что я уже несколько лет ищу ему замену. Сначала хотелось одно, потом другое, сейчас стало понятно что нужен телефон ясное дело на андроиде, с большой диагональю и FullHD разрешением. Сначала поговорим о диагонали. Лично для меня, чем больше, тем лучше. Все что с экраном больше 3 дюймов уже в любом случае слишком большой и неудобный, так что пусть будет самый большой. Максимальный на мой взгляд размер экрана для телефона это 7 дюймов формата 16 на 9. У iPad mini соотношение 4 к 3, поэтому он такой кирпич при тех же 7 дюймах. Более того, разговаривающий по лопате человек уже не выглядит так уж странно. Лет 10 назад, когда везде царил Пальм и Винцея, стали появляться первые коммуникаторы на Windows Mobile. Кстати говоря фирмы Qtac, HTC тогда была в глубокой ОИМ жопе. И первые владельцы, разговаривающие по Пальму, выглядели действительно странно. А сейчас у всех коммуникаторы, или как модно выражаться, смартфоны, и ничего в глаза не бросаются. Сейчас все больше и больше людей ходят с лоптями 5 и более дюймов, и вроде ничего. Но поскольку в моде уже теперь 5 и 5 дюйма и 6 дюймов, выбирать я решил из них. Помимо хорошего и обязательно Full HD экрана, второй важнейший для меня критерий цена. Попав пальцем в жопу с Nokia N900, а до этого с айфонами, я больше не готов платить за телефон больше 10 тысяч рублей. Вот смотрите, если ваш флагман стоит скажем 30 тысяч, и вы поменяете его скажем через полтора года, значит каждый месяц пользования телефоном обходится вам в полторы тысячи рублей. Просто за то что он у вас есть. Я считаю это неприемлемо. А продадите вы его спустя полтора года в лучшем случае за треть цены. Итак в конце концов мой шорт-лист по выбору сократился до трех моделей, LG Nexus 5, Alcatel Hero и Lenovo K900. И ни один из них меня не устроил. Экранчики маловаты, цена высокая, и на пустом месте какие-то ограничения. То запись звонков не работает, то слота под карту памяти нет, то аккумулятор несъемный. А Lenovo так вообще на процессоре интелатом, то есть на x86 архитектуре, в то время как основной Android мир живет все-таки на ARM. Пизду короче эти эксперименты за свои деньги, с N900 нахребался. Будем искать мейнстримовые решения, а не очередные изъебки. И тут мне на глаза попался Iconbit Mercury Q7. 4 ядра на чипсете MTK, 6,5 дюймов IPS дисплей Full HD, 2 сим-карты, 1 ГБ оперативки и 8 ГБ встроенной памяти, расширяемый слотом microSD. Что ж, вполне себе неплохие характеристики. Ну разве оперативки бы 2 Гига? Ну что уж теперь. Обещали его то за 12, то за 10 тысяч, в итоге в магазинах можно купить за 7500, ну а мне вообще достался за 5000 рублей. ААААААААААННUnбоксиИиинг! Помимо самого телефона, в комплекте говняный блок питания на 1 А, супер говняная стереогарнитура, у которой есть только кнопка mute, неплохой microUSB кабель с хлястиком на липучке, мурзилки и защитная пленка. Начнем со сравнения размеров. Вот наш герой рядом с 10-дюймовым планшетом и пятым айфоном. Ну не так уж и страшно, хотя диагональ экрана вместе с корпусом получается почти 7 дюймов. Устройство без проблем помещается в кармане обычных брюк и мешается не больше, чем обычный айфон. Заглянем под заднюю крышку. Здесь слоты под симки и карту памяти. Мне очень нравится что одна симка мини, а вторая полноразмерная. То есть мне даже не пришлось ничего подрезать, очень удобно. Да и учитывая наблюдаемые у меня в последнее время некоторые раздвоения личности, два номера это тоже очень удобно. По одному для каждого из меня. Аккумулятор довольно большой, емкость 2800 мочей. Учитывая две симки и огромный яркий экран, зарядки хватает на день-два. Но он легко снимается, и возможно появится альтернатива емкостью побольше. По корпусу две претензии. Во-первых нет крючка под петельку, ну люблю я петельки. И самое главное, из-за скошенных торцов нужны разъемы с длинными контактами. Комплектный microUSB разъем на несколько миллиметров длиннее обычного, да и наушники с коротким штекером упираются в корпус и встают раком. Имейте в виду, что существующие провода придется либо подрезать, либо менять, да и когда нужно экстренно зарядиться, имеющиеся у коллег или друзей кабели могут не подойти. Зачем они так сделали, непонятно. Рамка эта правда пластиковая, просто покрашена под блестящий металл. Так что экстремалы могут рассверлить, если хотят. Запускаем. Обычный Android 4.2. Прошивка кстати не содержит фирменного говна и работает очень быстро. Не обращайте внимание на некоторую слоупочность этого видео, когда при съемке смотришь на экран через видоискатель, тыкать иконки не особо удобно. Интерфейс на самом деле очень отзывчивый и работает четко. Особенно мне понравилась скорость работы штатного браузера. Firefox же подтормаживает. Ну на всех моих Android девайсах подтормаживает. Игрушки тоже работают нормально, и вообще по части графики и экрана все отлично. Листать PDF, читать книжки, читать и самое главное писать интернет на таком большом экране очень удобно. Я поначалу обосрался увидев битый пиксель. Оказалось что это тупо точка на обувине. В девайсе есть штатное меню восстановления Android. Если зажать питание и громкость вниз, то загрузится инженерное меню Factory Mode. Вот только оно на китайском. Перевести конечно можно, но проще воспользоваться Mobile Uncle. Это стандартное инженерное приложение для всех девайсов на платформе MTK. По идее не должно возникнуть проблем с копированием прошивки, установкой защиты от брика и установкой custom recovery. Я уже подробно рассказывал как это сделать. Root получается на раз-два, и даже компьютер не нужен. Просто скачиваете Frama Root, запускаете, выбираете предложенный девайс и вуаля. После перезагрузки SuperSU уже установлен. Даже не знаю чего еще рассказать. Если есть вопросы, задавайте в комментах, обязательно отвечу. Телефонные звонки записываются без проблем, слышно как себя, так и абонента. Многие ругают камеру, но так по мне она очень ничего, по крайней мере не хуже чем в моем Asus. Сенсоры все имеются и работают корректно. GPS после удаления альманаха спутников над Тайванем также работает очень хорошо. Благо в девайсе продумано расположение антенн, их кстати видно если снять заднюю крышку. Так что в целом я очень доволен покупкой, особенно за такую цену. И платформа MTK мне тоже нравится все больше и больше. Но если я вдруг найду конкретные минусы, то обязательно поделюсь с вами. Так что не забывайте оформить льготную подписку на мой канал. Подписка бесплатная для первых подписавшихся в течение одной минуты после просмотра этого видео.